здравствуйте дорогие друзья приветствовать вас на нашем канале сразу хочу начать это видео с небольшого лирического отступления и поздравить всех наших зрителей с наступлением долождано зимы зима это единственное время года когда мы имеем небольшую передышку еще с детства я сам рос в селе и с ранней весны до поздней осени мы помогали родителям на огороде и в саду и только лишь зимой мы имели время поиграть полепить снежных баб поиграть снежки думаю зрители которые выросли в селе меня поймут и вспомнят немножко свое детство друзья и так сейчас мы повзрослели и у нас появились взрослые заботы некогда расслабляться сезон прошел у кого-то очень хорошо у кого-то немножко послабее но пришло время оглянуться назад из высоты прошедшего времени оценить какие ошибки были допущены какие культуры нам понравились какие сорта гибриды возможно какие-то нас разочаровали их стоит заменить и в следующем году не высаживать это сейчас как раз и можно сделать изучая информацию в интернете в литературе советую с друзьями знакомыми чтобы не наделать ошибок не повторить их в будущем сезоне каждый год исправляя хоть по одной небольшой ошибки с каждым годом мы будем выполнять свои работы на огороде и в саду лучше лучше и лучше это так сказать самообучаемость самообразование наше огородное мы тоже каждый год кстати пробуем что-то новое потому что наука не стоит на месте потому что появляются новые сорта новые гибриды хочется попробовать протестировать их немножко но и конечно по возможности делимся этим с нашими зрителями и так чего мы начинаем подготовку к следующему сезону мы начинаем составление плана посадок на будущий год с учетом по возможности севооборота понятно что в условиях ограниченности наших участков это не всегда получается сделать качественно но хотя бы минимально силы обороты соблюдать необходимо это первое на что мы обращаем внимание определяемся с культурами и сортами которые мы будем выращивать следующем сезоне какие-то отбраковываем какие-то добавляем проводим ревизию остатков семян возможно у вас что-то осталось с весны остатки какие-то не посеяли купили много но у нас такое бывает тоже иногда и если этот сорт понравился есть семена куплены то зачем покупать повторно если у нас это все уже есть но задают некоторые зрители в комментариях вопрос спрашивают можно ли их использовать на следующий год друзья я не могу дать вам этот ответ потому что этот ответ вы можете получить без моей помощи самостоятельно проведите просто контрольное проращивание семян и сделать это необходимо именно сейчас в декабре по 10 семечек каждого вида семян которые у вас есть в остатках просто прорастите поместите но во влажную среду в теплое место и посмотрите какая будет схожесть по одному 23 семечки проращивать картины в общей вы не увидите необходимо хотя бы по 10 семян тогда более полно вы сможете сориентироваться и сделать выводы оставить эти семена для использования на следующий год либо и просто утилизировать после того как определили сколько семян у нас осталось и пригодный к выращиванию в дальнейшем проводим подсчеты определяемся с количеством семян и видами семян которые нам необходимо докупить это сейчас сделать очень даже необходимо потому что пока определимся с количеством и видами пока закажем пока заказ наш придет к нам пройдет некоторое время и возможно уже время подойдет к пассиву производству пассиву поэтому не затягивайте с этим определяйтесь с количеством и сортами и делайте заказы также в это время можно провести приобретение средств защиты растений я не говорю что вы обязательно ими будете пользоваться в будущем сезоне но на всякий случай небольшая аптечка от основных заболеваний у вас должна быть на готове и к тому же средства защиты растений лично мы начинаем применять с профилактики то есть когда рассада еще у нас только развивается до высадки всего этого грунт и до конечно же начала плодоношения когда средствами защиты растений пользоваться уже крайне нежелательно если даже не сказать невозможно и нельзя профилактика необходимо на стадии выращивания рассады это позволит нам в дальнейшем избежать развития многих болезней и развития вредителей также готовим ящички и почву для высеивания рассады по возможности проводим дезинфекцию рассадников если они у вас накрыты мы проводим дезинфекцию своего рассадника с помощью комовой серы окуриваем я показывал когда-то на канале есть интересное видео кому интересно посмотрите в конечную заставку я скину и можете перейдя по ней посмотреть это видео серо друзья пары серы или дым выделяемый при горении серы проникает в любую щелочку где бы не собирался перезимовать вредитель или патогены болезни везде этот дым их достанет и уничтожит следующем году мы намного снизим вредоносный вот этот фон наших рассадников и теплиц и меньше придется вливать химии на растения способ хороший способ рабочий также необходимо привести в порядок садово-огородный инвентарь заточить топоры ножовки секаторы тяпки и так далее если какой-то инструмент уже устарел вышел выходит со строя то конечно докупить что-то новое немножко обновить пар не буду говорить про шланги лейки все это понятно что все это лучше приготовить сейчас чтобы потом когда придет сезон время горячая наступит иногда этим заняться у вас не будет времени также необходимо периодически проводить проверку как себя чувствуют наши овощи которые мы заложили на хранение в погреб картофель морква капуста лук чеснок и так далее по необходимости удалять если что-то начинает загнивать чтобы не пошло это огниение дальше на соседние здоровые плоды и овощи это делать конечно необходимо мы на зиму развешиваем на своем участке несколько кормушек для птиц сделать их абсолютно несложно можно даже с 5 литровой банки но пластиковой бутылки прорезаем прорези когда-нибудь может быть я покажу висят у нас эти кормушки птицы кормятся и весной они уже остаются на нашем участке или поблизости где-то вьют гнезда и помогает нам потом борьбе с вредителями ну и при снегопадах прочищая дорожки снег который мы ощущаем по возможности необходимо подсыпать на укрытый на зиму виноград либо на посадке лука чеснока то есть на те растения которые у нас посажены либо посеяны семена под зиму таким образом мы увеличим их морозостойкость вот друзья самый необходимый перечень работ которые мы проводим в декабре надеюсь что в своих комментариях вы поделитесь своим опытом что вы делаете в декабре дополните я думаю это будет интересно не только новичкам но и мне в том числе и зрителям которые имеют уже некоторый опыт садово огородных делах я теперь на этом закончу свое короткое видео спасибо всем за внимание всем доброго до свидания до новых встреч до новых встреч